Привет, дорогие друзья! Это опять Нара. Я риэлтор, работаю в Северной Вирджинии уже 15 лет. И сегодня я хотела бы поговорить про виды недвижимости в Америке. Дома, квартиры, что это значит, что ожидать при оплате каждый месяц за такие дома, как их покупать и вообще что лучше покупать для последующей продажи, скажем так, да? Ну что, поехали? Дома в Америке можно разделить на три основных вида по владению. Значит, есть владение, которое называется Fee Simple, есть владение, которое называется Condo Ownership и есть владение, которое называется Кооператив. Значит, Fee Simple, наверное, будет самый привлекательный с точки зрения перепродажи. То есть, когда вы покупаете, вы всегда должны помнить, как это впоследствии повлияет на вашу продажу, да? То есть, если вы берете Condo, вы должны понимать, что когда вы будете его продавать, вам его будет продавать немножко сложнее, чем, допустим, вы хотите продать отдельно стоящий дом или Таунхаус. К Fee Simple относятся именно вот такие отдельно стоящий дом на своем участке или Таунхаус. Таунхаус это или Роухаус это дом, который соединен с другими домами и имеет общую стенку с одним или с двумя, с двух сторон домами. Как правило, в таких рядах от двух домов, это называется дуплекс, да? Либо три, четыре, пять, шесть, семь, а иногда можно увидеть прям целый, целый ряд буквы Таунхаусов. Fee Simple означает, что вы владеете не только самим домом, структурой, да? Стенами, крышей и так далее, но и тем участком, на котором этот дом стоит. У отдельно стоящих домов участки, соответственно, больше, да? Огород побольше, то есть, есть такие, у которых нет участков вообще, где напичканные отдельно стоящие дома очень близко друг к другу, а есть те, которые побольше, на несколько соток, 10-20 соток и так далее, в зависимости от места расположения и от вашего кошелька. Американцы, как правило, то есть, когда вы хотите покупать, вы же должны думать о том, как вы будете продавать, правильно? И ваша потенциальная аудитория при продаже такого дома – это среднестатистический американец. Так вот, среднестатистический американец предпочитает отдельно стоящий дом, потом они предпочитают Таунхаус, потом они только возьмут кондо, если другие варианты не работают. Почему отдельно стоящий дом? Потому что они могут, как правило, это семьи с детьми, и даже если нет детей, есть животные, и если есть собаки, а это очень большое количество людей в Америке, то обязательно хочется иметь отдельно свой садик, огород, где собака может гулять, да? То есть, как правило, отдельно стоящий дом с большим участком – это вот предпочтение среднестатистического американца, имейте это в виду. Чем отличается FISIMPLE от других видов владения? Вы владеете самим домом и участком. Это означает, что вам необходимо следить за состоянием и за чистотой всего дома и всего участка, начиная с крыши, внешние стены, огород, участок спереди, то есть все, что стоит на вашем участке. Вы получите план именно вашего участка, конкретно вы будете знать, где он заканчивается, где он начинается, то есть вы можете оградить его забором, можете не ограждать, но это ваше ответственность – содержать его в чистоте, косить траву, и если есть какие-то необходимые ремонтные работы, вы должны будете их оплачивать. Это вот то, что касается FISIMPLE. Ну, кондо, оно отличается тем, что там немножко меньше ответственности на вас, как на владельца. Но давайте начнем с того, что мы, как правило, говорим про кондо, а сами говорим «квартира». Ну, квартира – это то, что, как правило, здесь сдают в аренду. Apartments, да, квартиры. Кондо – это именно кондо. Это здание может быть одинаково выглядящее, но владение будет, если вы владеете этой квартирой, то это уже будет называться кондо. Так вот, чем отличается кондо? От тем, что вы владеете от внутренней стороны краски, от внутренней стены, внутрь, вашей непосредственно квартирой. Для простоты общения я просто буду говорить «квартира», хорошо? Так вот, вы владеете все, что внутри, и, соответственно, вы должны содержать в чистоте и в хорошем состоянии все, что внутри, от внутренней краски внутрь вашей квартиры. Иногда кондо комьюнити, да, ответственность несет за окна, а бывает, что окна – ваша ответственность. То есть нужно смотреть, когда вы покупаете, нужно конкретно смотреть, за что несете ответственность вы, за что несет ответственность комьюнити. Почему? Потому что если вдруг прорвало трубу, и выясняется, что эта труба на территории вашей квартиры, вы несете за эту ответственность. Но если эта труба вне, то есть за вашей стеной и где-то там в коридоре, то это уже несет ответственность комьюнити, не вы, да? То есть, ну, уже как бы легче. Потом, крыша, внешние стены, парковка, коридоры, подвалы, все эти общие площади, они, вы, вам не нужно думать о том, что их надо как-то соблюдать в чистоте, их надо ремонтировать. Вы за это платите кондофи. Так вот, кондофи из-за того, что комьюнити гораздо больше, правильно, издержки на ремонт всей крыши гораздо больше, чем издержки на ремонт одной вашей крыши, допустим, в одном вашем доме, да? Вы платите каждый месяц вот этот кондофи. И вот этот кондофи, как правило, в разы выше, чем вы бы платили, если бы у вас был таунхаус или отдельно стоящий дом. Но за то, за эти деньги, которые вы платите каждый месяц, вы как бы не очень-то переживаете о том, что крыша потекла там или в бейсменте что-то произошло, да, в подвале. То есть тут надо как-то самим решать, что вам важнее. Как правило, из моих разговоров с людьми, они думают, я, в общем-то, с ними согласна, что если вы владеете, допустим, таунхаусом, и эти ремонтные работы надо проводить, по крайней мере, вы это контролируете, и вы это как-то решаете, кто делает эти ремонтные работы, сколько вам это будет стоить и так далее. С кондо это не так гибко, и вам придется соглашаться с тем, что вам навязывают, поэтому очень многие люди этого не хотят, и когда придет время, и вам надо будет его перепродавать, ну, продавать, да, то вам надо будет, вы столкнетесь с тем, что очень многие люди не хотят связываться с кондом. Вот, ну, это вот вкратце о кондо, да, вы владеете самим юнитом от внутренней краски внутрь, и часть, то есть всем остальным владеет весь комплекс, да, все владельцы в скупе владеют всем остальным, всеми общими вот этими вот площадями, да, ой, извиняюсь. То, что касается кооператива. Значит, кооператив в Северной Вирджинии, их, в принципе, не так много здесь, поэтому мы так не особо их сильно, не имеем мы с ними особо дела, но имейте в виду, что с кооперативом вы владеете не самим, не самой квартирой, не самой площадью, где вы живете, а вы владеете порцией, то есть там идут акции, вы владеете акциями всего комплекса. Практическое отличие от кондо в том, что кооперативный ФИС гораздо выше, чем кондо ФИС, это раз. И второе отличие в том, что если вы хотите купить что-то в кооперативе, вам нужно будет пройти собеседование, и люди, как бы, директора этого кооператива, акционеры, да, должны решить, хотят ли они, чтобы вы там покупали или нет. Поэтому имейте в виду, что если вам что-то понравилось в кооперативе, вам надо задаться вопросом, а оно вам надо? Ну, если надо, значит надо. То есть это все решаемо, это все делается, но кооперативный ФИС, как правило, выше, гораздо выше, чем кондо ФИС, которые, в свою очередь, гораздо выше, чем ХОА ФИС. ХОА ФИС – это те ФИС, которые как раз и в таунхаузах, и в отдельно стоящих домах здесь вы должны будете платить. И вот о них мы с вами поговорим в следующий раз, я вам расскажу, что конкретно, за что вы платите в каждом конкретном случае, и вообще на что нужно обращать внимание, когда вы решаете, что вам конкретно купить дома, таунхауз или кондо, чем это все чревато и вообще, что, чего ожидать в таких вот домах, да? Ну что ж, на сегодня все, я думаю, я надеюсь, что вам было интересно, я надеюсь, что вам это было полезно. Если вам нравится, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, я выставляю видео каждую пятницу. И если вы хотите посмотреть то, что я выставила уже на английском языке, очень много всяких разных коротеньких видео именно про то, как купить и продать недвижимость, пожалуйста, посмотрите на моем канале, у меня их очень много, и я надеюсь, что вы найдете ответы на все ваши вопросы, но если вдруг не найдете, звоните, я с удовольствием с вами пообщаюсь, расскажу все, что я знаю, за 15 лет я набрала много хорошего опыта и с удовольствием с вами поделюсь. На сегодня все, до следующей пятницы, хороших выходных, пока!